Люди в форме собираются штурмовать комнату в коммуналке на улице Труфаново. Собираются принудительно выселить мужчину. Без сопротивления приставы заходят в комнату. У вас есть решение суда, что вы должны выселиться. И решение суда без права предоставления другого жилого помещения. В суд на отца подали собственные дети. Шесть лет назад мужчина ушел из своей семьи. Детям оставил трехкомнатную квартиру, а сам переехал в коммуналку. Одна из комнат, в которой принадлежит сыну и дочери. Когда дети стали совершеннолетними, выселяться отец отказался. У нас была договоренность на временное проживание. Он, сами видите, в состоянии довел комнату, накопил долги, которые как бы собственники дети у меня повесил на все эти долги на него. Пришлось по-хорошему, он человек не понимает. Человек, как говорится, видите, какого уровня образа жизни. Решение суда о выселении было принято в конце весны. На дворе почти зима, а мужчина по-прежнему обитает в высотке на Труфаново. Говорит, деваться некуда. И куда я пойду? На улицу? Сейчас мы будем составлять акт выселения. Закрытся. Мы будем врезать замки и отпечатывать вам доступ к закрытому. Полчаса на сбор вещей. Попытка договориться с бывшей супругой безуспешна. Иди сюда, Марина. Давай договариваемся. Я сейчас закрываю, я ухожу отсюда. Потом я приду, заберу вещи все. Когда? Еще полгода. В течение недели. Мужчина уходит в неизвестность, оставляет ключи, с собой ничего не берет. Приставы меняют замок и опечатывают квартиру. В службе судебных приставов лист находится совершенно недавно. Приставы вынесли исполнительский сбор за несвоевременное исполнение. В результате чего сегодня пришли и осуществили принудительное выселение гражданина. Где теперь будет жить отец семейства, неизвестно, будут ли здесь жить наследники, непонятно. Комната малопригодна для нормальной жизни. Дмитрий Жданюк, Антон Комаров. Оперативное вещание. Комната малопригодна для нормальной жизни.